В случае, когда хирургическое лечение бесперспективно, пополняют пациентов эктопротезирование. Как вы видите, из пластмассы, или сейчас в настоящее время пытаются делать измерение материала, муляж переднего отрезка глаза вместе с глазным протезом, и таким образом эти композиции клеятся на кожу или крепятся к очкам. Вот так выглядит пациент без эктопротеза и с примерочным эктопротезом. Многие отечественные и зарубежные авторы пытались решать эту проблему, предлагали какие-то способы пластики полости, пластики век, но, к сожалению, при послучевой атрофии ткани орбиты достаточно сложно идёт прижимление, поэтому проблема остаётся до настоящего времени. Целью нашей работы явилась разработка системы хирургического лечения пациентов после лечения антиногластомы. Для достижения у них стабильного протезирования и улучшения внешнего вида пациента. Клинический интерьер составил достаточно большая группа пациентов, это 670 пациентов. Преобладали девочки. В среднем возле 15 лет. Глаз удаляли в разные сроки. В среднем это было 3 и 3,9 года. У большинства пациентов было облучение. В среднем возле 57 лет. Среди пациентов превратал односторонний ретиногластомы, это 86,9%. В 13 случаях это было двухстороннее заболевание. И у 11% пациентов, это 75 пациентов из нашей группы, они вообще не могли носить протез из-за полного сокращения конъективальной полости. У нас большой клинический материал. В данной группе пациентов было выполнено значительное количество операций, значительно больше, чем количество больных. Из них были первичные нуклеации выполнены с пластикой культи в 77,2%. Так, кроме того, выполнили пластику полосты, слезистые губы, срочную пластику культи, контурную пластику виска и орбиты, коррекцию век. Срок между операциями должен был быть не менее 6 месяцев, а лучше до года. Срок на выведение за пациент практически до 20 лет. При сокращении конъективальной полости ее пластику выполнили с пересадкой лоскутов, аутослезистые губы. При этом веке мы проводили мобилизацию век или тракционными швами, или ракционными. При выполнении пластики культи мы использовали ранее углеродные имплантаты. В последние годы мы используем пластик из политотрактора тилена. При реконструкции височной зоны и наружного края орбиты мы используем материалность углерода. В случае коллекции орбиты при полной атрофии тканей мы используем вот такие большие кожные жировые лоскуты для коррекции и замещения контурной пластики орбиты. При первичной инупляции, как вы знаете, необходимо обязательно длительное пересечение длительного нервы, чем больше, тем лучше, но не менее 15 милин. Обязательно следует учитывать показания к первичному формированию пульти при удовлетворении глаз. Это изолированный процесс полости склеры и отсутствие выраженной лучевой ягоды. Здесь показаны этапы после имплантации политотрактора тилена, вшиваются ткани послойно, обращая на это внимание. Здесь показано вшивание теноровой капсулы, затем супконъюнктив, конъюнктив. Обращаем ваше внимание, что не всем пациентам при первичной инупляции по поводу этим областом возможно формирование пульти противопоказания являются прорастание процесса за пределы склеральной капсулы, прорастание по зрительному нерву, лучевая терапия. К сожалению, не все лечебные учреждения соблюдают подобные подходы, рекомендации, поэтому нередко мы сталкиваемся с такими процессами, как в раннем периоде пациенты приезжают на протезирование, а у них уже обнажение орбитального имплантата на фоне проведенной лучевой терапии и атеропичных тканей. Посмотрим на результаты. Посмотрите, какой хороший косметический результат у пациента через несколько месяцев после удаления глаза по поводу ретиногластомы с формированием опорных двигательных пульти имплантатом используется ретуратилена ферма. Здесь показаны пациенты, которым формировали полностью взращенную полость слизистой губы. И показан протез, который стоит в полости до операции у пациента, протез в полости не оставал. Еще один пример. Завращение полости при послучивной ткани орбиты и через год после реконструкции полости тремя ловко слизистой губы. Протез стоит стабильно. Полностью взращенную полость при послучивной атрофии ткани орбиты после лечения ретиногластомы и через два года после тотальной реконструкции полости. Здесь были использованы четыре лоскута слизистой губы и показан протез, который может носить пациент. И внешний вид сформированной конъективальной полости. Пациентка уже взрослая, ей уже 20 лет. Имеется послучивная атрофия тканей орбиты и вот такая деформированная полость, деформированная века. Через четыре месяца показана сформированная полость, хорошо стоящий протез, правильная форма века. Пациенты послучивной атрофии тканей орбиты после лечения ретиногластомы и две неудачные попытки пластиногластомы. Пластики полости под месту жительства, в том числе одна очень неоправданная, с использованием слизистой матери, потому что полость тотально сократилась. И пациент в удаленном периоде, через три года после полной реконструкции полости, протез стоит стабильнее. Здесь показаны конъективальные полости в отдаленной сроке после ее формирования. Как вы видите, представленные полости полностью выполнены ауто слизистой губой. Следующая операция, которую мы выполняли пациентом, это срочная пластика культи. Обратите внимание на различия между положением глазного протеза и века и улучшение положения протеза по сравнению с парным глазом после формирования культи. Здесь показаны внешние виды уже сформированной культи в отдаленном периоде и на графику к динамике изменения из-за падения протеза верхнего века. Как вы видите, результаты улучшаются. Клиничный пример до этапа формирования культи и после срочной пластики культи намного улучшилось положение глазного протеза. Еще один пример у пациентки после пластики культи. Я думаю, что очень демонстративно заметно, как западал протез и веки в полость орбиты и после срочной пластики культи выравнивается положение протеза на нездорового клада. Демонстративный очень результат до пластики культи и после пластики культи и еще пациентке была выполнена реконструкция контурной пластики наружного края орбиты, поскольку тоже он получился хорошо и его восполнен. Здесь продемонстрирована пациентка с выраженной постлучевой атрофией ткани орбиты и значительным западением протеза и век в орбиту. И она же в ранний срок после операции, одна неделя после реконструкции и заполнения этого дефекта дерматожировым лоскутом плеча. Выраженная постлучевая атрофия ткани орбиты до этапа реконструктивного лечения и через 6 месяцев после контурной пластики ткани орбиты и виска дерматожировым лоскутом. Пациент в отдаленном сроке после лечения рекинобластомы и постлучевой атрофии ткани орбиты. Выраженный онкальмический синдром, западение протеза верхнего века в орбиту. Протез с трудом удерживается в полости из-за ее сокращения. И он же после двух этапов реконструкции. Пластики полости аутослезистой губы и отсроченной пластики культи. Положение протеза значительно улучшилось. Казанная пациентка с постлучевой ткани орбиты и, как вы видите, протез выпадает, стоит неравномерно. Имеется тенденция к сокращению сводов. И пациентка уже после трех этапов пластики, когда сформирована и опора двигательной культи, и в верхнем своде хорошо видно слизистые для формирования своды использованы. И результат стабильности. Сложнения в данной группе пациентов бывают чаще, чем у пациентов после травмы. С учетом того, что лучевые ткани, подвергшиеся облучению, они сложнее заживают. И у них заживляемость способностей значительно снижена. Как вы видите, может произойти сокращение пересаженных лоскутов, то есть сокращение полоски. И, к сожалению, это зависит от дозы облучения. В местном ряду показан пациента самое большое дозе облучения, которые у нас были. И, конечно, у них после операционных период протекал слишком тяжело. В 3-8 случаях мы отмечали обнажение имплантата после формирования культи и контурной пластики. В нескольких случаях нам удалось заживить имеющийся небольшой дефект консервативным лечением. В некоторых случаях, когда обнажение считалось длительно, нам было лоскологическое лечение. И пришлось закрывать имеющийся обнаженный имплантат окружающими тканями с санацией полости. В результате хирургического лечения мы отметили, что этап хирургического лечения один чаще возникал, когда мы формировали отсроченную пластику культи или формирование полости в небольших случаях, когда имелось незначительное сокращение полости. В большинстве случаев понадобилось несколько этапов хирургического лечения, когда выполнили и пластику полости, и затем комнату пластику в наружном крае обитой зоны виска, а также пластику культи в последующем скоррекцию век. Таким образом, у нас сложилась схема оперативного лечения при послучевой трофеи тканей. Если мы в поддаленном периоде имеем какие-то проблемы, то, конечно, нам необходимо сначала добиться стабильного положения в полости. Для этого выполняли пластику полости для протена. Следующим этапом необходимо было увеличить объем ткани орбиты, культи или виска. В этом случае выполняли пластику культи или контурную пластику орбиты. Заключительным этапом была коррекция век при необходимости. Здесь показаны пациенту, у которых нам далось добиться улучшения положения протеза, состояния полости и век. Для вот такой реабилитации потребовалось от 1 до 4 этапов хирургического лечения. Эту пациентку я демонстрирую, потому что в данной ситуации потребовалось 5 этапов хирургического лечения для достижения стабильного положения протеза в полости, его ровного положения с глазным яблоком, практически симметричной, глазная щель, здесь была выполнена и пластика полости, и пластика пути, контурная пластика виска наружного края обиды, пластика век. Сколько поступали вопросы до начала конференции, то я хотела бы осветить вам вот такие, скажем, на первый взгляд простые действия. Что же делать, если на прием к офтальмологу пришел пациент с глазным протезом? Конечно, необходимо сначала расспросить пациента, какие у него жалобы, что его беспокоит. Выслушать внимательно и затем оценить состояние век и положение протеза, его подвижность, то есть провести обычный наружный осмотр. Мы оценим, есть ли втоз верхнего века, слабость нижнего века, заворот в верхней протезе, ладофталь. Имеется ли глубокое западение верхнего века, может быть, имеется эноофталь или гипофталь протеза, а также наличие или отсутствие степени подвижности протеза. Все, что я перечислила, это обычный внешний осмотр, и занимает это буквально пару минут. Следующим этапом мы снимаем глазную протезу и уже оценим состояние полости, пульти и самого протеза. Оценим наличие отделяемых полостей, состояние конъюнктива, есть ли отек, есть ли какие-то дефекты. Оцениваем объем подвижных пульти, если есть имплант или нет, это видно. Имеется ли наличие дефектов в поверхности. А дальше рассматриваем протез, его форму, размеры, степень изношенности. Дальше мы проводим с пациентом рекомендации, беседу проводим. Напоминаем, что не рекомендуется извлекать протез ежедневно. Протез для обработки можно вынимать не чаще одного раза в неделю. А при чистой полости, в отдаленном периоде после операции, допустим, вынимать протез раз в 3-4 недели. На ночь протез не извлекается, это ошибка. Не следует ходить без протеза в период лечения. И смена протеза бывает у взрослых раз в 2 года, раз в год у детей, у маленьких детей, может быть и чаще, может быть раз в 6 месяцев. Пожалуйста, расскажите все это пациенту с блогным протезом. И тогда вы станете у него самым любимым моим врачом. Еще раз перечислю растворы для обработки полости и протеза. Мирамидин и холисидин обязательно водные растворы. У некоторых пациентов от них возникает чувство сухости. Тогда можно заменить на раствор для обработки контактных линз. Старый добрый фуруцелин до сих пор можно применять. А в отдаленном периоде, когда все уже пациенты зажили, в принципе, сама слеза справляется с тем, чтобы поддерживать необходимый баланс в полости. Допустимое умывание. Обязательно обращаем внимание у пациентов, что для кратковременного применения по показаниям подходят все противовоспалительные препараты, которые мы назначаем. Антибиотики различного спектра действия. Обращаем внимание, что такие препараты, как антибиотики, дексаметазон, анксидекс, все формы, НПВС, астероидов не для постоянного выхода. Они только применяются по назначению врача на короткий период. Очень часто пациенты ощущают сухость не просто глаз, а глазного протеза. Для этого можно использовать целый ряд из имеющихся слезозаменителей. Это индивидуально. Еще раз я здесь привожу алгоритм осмотра врачом пациента с глазным протезом. Мы с вами все это проговорили, но я думаю, что, возможно, организаторы выложат просто этот алгоритм где-то на сайте. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. В заключении, я хотела бы отметить, что функциональная косметическая реабилитация пациентов с послучевой атрофией ткани робиты после лечения ретимогластома возможна путем этапного хирургического лечения. И при планировании хирургических смешательств у пациентов после удаления глаза по поводу ретимогластома всегда следует руководство в принципе безопасным. Я, наверное, попрошу организаторов дать мне пару минут для того, чтобы ответить на вопросы, которые были присланы заранее. Вот такие были вопросы, и я на них отвечаю. Когда-то подбирается протез после инкуляции или сцерации. В нашем случае, при удалении глаза по поводу травмы, мы ставим протез непосредственно во время операции. При удалении глаз по поводу ретимогластома после снятия винтовой повязки, это буквально третий, четвертый, пятый день. В этом случае протез веки полоскутя происходит с раннего периода адаптации моего туркома. От чего зависит выбор материала протеза? Здесь мне трудно ответить, от чего, потому что всегда в ранние сроки мы ставим протеза пластмассовой. А сроки удаления данного протеза должны быть рассмотрены после полного заживления. В нашем случае это 5-6 месяцев после операции удаления глаза или пластики. Здесь вопрос некорректный, потому что в том возрасте, когда мы делаем операцию, тогда же и нужно протезировать. Если речь идет про операцию, если речь идет про врожденный анафтальм и микрофтальм, это немножко другая группа пациентов. При врожденном анафтальме, чем раньше мы начнем протезирование, тем лучше возможно. Словие для индивидуального протезирования, подцвет имеющиеся глаза, это вопрос возникает спустя несколько месяцев после хирургического лечения. После того, как полностью заживает ранка, происходит приживление имплантата в полости. И тогда можно говорить об индивидуальном протезировании, но о условии необходимо сделать фото здорового глаза с тем, чтобы нарисовали и сделали радужку для протеза. Но это делается не во всех лабораториях. Я знаю, что такая услуга существует в Центре глазного протезирования в Москве. Сроки преимущества и возможности вложения при установке имплантата. Сроки обсуждаются индивидуально. Все зависит от того, какой процесс происходил, были ли какие-то прорастания, были ли какие-либо осложнения. Поэтому вопрос постановки при первичном удалении, можем поставить имплант или отсрочено, это все обсуждается индивидуально. Преимущества безусловно существуют, поскольку имплантат, поставленный после удаления глазного яблока, возмечает собой объем потерянного глаза, поэтому он сохраняет баланс ткани в орбите. Поэтому преимущество несомненное. Осложнения бывают, как при любой операции могут быть. Причем у лиц, перемешивших лучевую терапию, вероятность осложнений гораздо выше. Протезы грибовидной формы, пикантуза, заворот и операции при рожденном анафталии. Я вот на этот вопрос вам продемонстрировала фото. Это набор протезов, которые мы постепенно ставим пациенту, начиная от самого маленького круглого имплантата, это протезы. В полость ставится при рожденном анафталии, умечается только самый маленький протезик. Потом они постепенно увеличиваются в размере и в какой-то момент возникает потребность в постановке грибовидного протеза, поскольку такова структура конъюнктивальной полости при рожденном анафталии. Поэтому грибовидный протез на какой-то момент является необходимым. Что касается пикантуза, заворот, вы видите, у пациента на фото имеется и пикантуз, и заворот век. Кстати, у него как раз в этом момент стоит грибовидный протез. И соседние фото, это уже после хирургического лечения, устранения пикантуза, устранения заворота. Но к хирургическим вмешательствам, при рожденном анафталии и микрофталии, мы переходим не сразу, но сначала. Помаксимально пытаемся растянуть орбиту, полость и веки лечебными протезами. И когда уже все возможности протезирования исчерпаны, мы продолжаем протезировать и на этом делаем реконструктивные мешочки. Может ли оголиться эндопротез при неправильном уходе за полостью маленького ребенка? Я бы сказала, что по-другому может оголиться эндопротез. Это называется обнажиться. И при неправильном уходе вряд ли это случится, если совсем не ухаживать. Если совсем будет грязный полость. Но вряд ли родители до этого допустят у маленького ребенка. Обнажиться он может при каких-то обстоятельствах заболеваний пациента, простудные. Когда организм находится в пониженном, у него понижается иммунитет, сопротивляемость, приживляемость. Если это случилось за ранний срок после операции. Или если имплантат был поставлен на фоне выраженной лучевой терапии. Это тоже может привести к обнажению имплантата. А сам уход, как таковой, он просто должен быть. Но сам уход не может привести к обнажению имплантата. Я надеюсь, что я ответила на поступившие заранее вопросы. Благодарю за внимание всех наших слушателей и всех коллег, кто дальше за мной будет выступать и ответит на все оставшиеся вопросы. Всего вам доброго!